Байкальский форум Тема форума крайне актуальна. Сегодня пространственное развитие Российской Федерации является важнейшим элементом, особенно в условиях санкций, в условиях необходимости развивать национальное производство, импортозамещение. В Иркутской области установили 15 комплексов фото-видеофиксации нарушений правила дорожного движения. Работы провели в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На это из областного бюджета выделили 40 миллионов рублей. Места размещения комплексов определила ГИБДД Иркутской области совместно с дирекцией автодорог. Сейчас в регионе висит 152 комплекса фото-видеофиксации. На другие мероприятия по повышению безопасности движения дополнительно выделили 65 миллионов рублей. На эти средства проведут модернизацию нерегулируемых пешеходных переходов, устройство светофоров, установку недостающего барьерного ограждения и остановочных пунктов. В Искуте продолжается строительство моста через реку Кута. Работы начались в декабре. Демонтаж старого пролета почти завершили. Бригада приступает к третьему этапу строительства. Уже установили вторую и третьи опоры. Работают над седьмой. Завершить работу и открыть мост планируют уже к концу следующего года. По контракту строители должны также вывести весь мусор, который сложили на специальной площадке. При проектировании нового моста предусмотрели ледорезы. Они помогут предотвратить повторение истории, когда мост разрушился во время ледохода. По словам мэра города, второй мост через реку также нуждается в реконструкции, которой займутся позднее. Для того, чтобы нагрузку от русла реки на опоры моста снизить, опоры по новому проекту, они раздвинуты и выдвинуты фактически из русла реки. Как вы видите, вот сейчас две опоры, контуры их уже видны, где они будут находиться. Автопарк автобусов на газомоторном топливе в Братске пополнился. Еще четыре транспортных средства закупят по программе «Чистый воздух». Два из них приобрели, они приедут к концу лета. Еще два купят в мае. Каждый автобус стоит более 10 миллионов рублей и вмещает 59 пассажиров. Машины оснащены видеокамерами, системой ГЛОНАСС, тахографами, комплектами электронных указателей маршрута и пандусами. Всего на таком топливе в городе работает 28 автобусов. В планах у администрации по этой же программе в следующем году приобрести еще 27 транспортных средств. Особенно они хорошо работали в зимний период, потому что они, во-первых, и теплые были, и обеспеченные всем необходимым было. И работа на газу, казалось бы нам, что будет очень плохо, но эти именно марки автобусов зарекомендовали себе очень хорошо. В Ангарске полицейские разыскивают подозреваемого в краже из магазина бытовой техники. Предварительно установили, что аферист взял с витрины коробку с аккумулятором, спрятал ее в свою сумку и ушел, так и не оплатив на кассе. Действие похитителя зафиксировала камера видеонаблюдения. Его приметы – на вид 35-40 лет, рост около 170-180 сантиметров, худощавого телосложения. Он был одет в черную куртку, синие джинсы, черные кроссовки и кепку. Полицейские просят мужчину самому прийти в отделение до дачи показаний. Всех, кому что-либо известно о произошедшем, призывают также передать информацию в правоохранительные органы. В Нижнеудинске прошел четвертый региональный конкурс по музыкально-теоретическим дисциплинам камертон. В нем приняли участие обучающиеся детских музыкальных школ – более 50 человек. Таких состязаний в области всего два, поэтому конкурс можно считать уникальным. Для детей это обобщение своих знаний по сольфеджио и музыкальной литературе – одним из самых сложных дисциплин в музыкальных школах. К теоретическому конкурсу нельзя подготовиться, как к выступлению, поэтому состязание всегда непредсказуемо. Оно помогает получить новые знания. Дети рассказали, что для них самым сложным конкурсом камертона стал слуховой диктант. Субтитры создавал DimaTorzok